Книга «Открытым оком». 30-й том. Тема «Монашество». Вопрос 4049. Что-нибудь из того, что вы говорили о монашестве, что оно должно бы быть без обетов безбрачия, где-нибудь исполнялось ли когда? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. От нас многое скрывалось, но вот уже первые известия появляются, что такая обитель была и уже есть в Москве. Кавычки открыты. Марфа-Мариинская обитель Милосердия, открытая в Москве в 1909 году, не имеет аналогов в мире. Сестры ее не являются монахинями. Идея создания обители с монастырским укладом, но без пострига в монашество, привлекала тогда и, скорее всего, станет увлекательной для молодых женщин сейчас. Ведь каждая из них имеет право выбора – уйти из обителей в случае замужества, либо принять обет послушания в ее стенах. Захотят – здесь останутся. Нет – будут в институты поступать и замуж выходить. Елизавета Федоровна осталась бы довольна. Установленный ею уклад – чтиться. Аргументы и факты. Номер 38. Первое послание к Коринфянам. Седьмая глава. Тридцать пятый стих. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу, без развлечения. Послание к филиппийцам. Четвертая глава. Восьмой стих. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том, помышляйте. Бог отделяет верных, омытых и святых, от нечестивых сборищ, как и от проказы. Там тишина великая, шум суеты затих, ни дел пустых, ни разговоров праздных. Два лагеря, две партии, всего лишь две. Есть Богу верные, напротив есть смутьяны. Добро и свет Бог создал для людей, но смерть с безумством избирает пьяный. В потопе Ной с семьей не утонул, вознесся на волнах со всей тварью. Избранник отделенный слышит бурь гул, как вовремя ковчег он доверху затравил. Был Аврам Халдеем, отделился, заветом обрезания от скверн обрезан. А далее потомство, знакомые все лица, от опьяненных идолами Бог отделяет верных. И вся история Израиля в узлах, на отделение сморкали и плевали, и столько же за это примут зла. Обманщики вокруг, одни лаваны. Мы, христиане, погреблись в крещении, и умерли для мира, и умер мир для нас. Всех верных награждает Бог прищедро, спасает тех от горестных гримас. На литургии верных, оглашенных прочь, их вывести не может невозрожденный поп. Слова об отделении к рассудку приторочь, из чистого источника здоровой воду пьет. Вертеп разбойничий не могут отделить от храма Божия, а значит, то не храм. В репертуаре службы Евангелия лишь клип. Служитель истины ту истину попрал. Из возрожденных свыше общину составь. К Христу зови язычников и Иисусу подражать. Готовых к жертве выведи за постоянный стан. Борись за отделение. Днепри против Рожна. 31 октября 2008 год. Игнатий Лапкин.